Здравствуйте, друзья! С вами Афонтова и время поговорить о деле. Ну, если быть точнее, о людях дела. Программа с этим названием на ваших экранах. Студия Алексей Вербицкий и Ольга Дубровская. И наш гость сегодня Андрей Лещенко, директор Киа-центр Красноярск. Добрый день. Здравствуйте. Ну, благодаря некоторым гостям нашей программы, мы, в принципе, в курсе, что происходит у автодилеров в вашей сфере влияния. И я сейчас изложу свое видение ситуации, вернее, наше видение ситуации, а вы уж дорисуйте картину до конца, красками какого света, ну, решать вам. Итак, ну, наверное, не самые простые времена для автодилеров. Падение продаж по каким-то брендам катастрофическое. Относительно неплохо себя чувствуют корейские производители. И, в общем-то, ситуация пока не находится в векторе какого-то исправления в положительной динамике. Вот так ситуацию видим мы. Ну, благодаря, опять же, средствам массовой информации. Что отчасти верно и что по этому поводу думаете вы? Ну, если вкратце, все верно. Так и есть. Действительно, падение, которое идет у нас, собственно говоря, начиная с 2014-2015 год, оно есть, пока, можно сказать, что начало 2016-го дает очень там слабые надежды на то, что что-то изменится, но я думаю, что это не так. Я думаю, что будет некоторое ухудшение еще. То есть ситуация такова, что большинство потенциальных покупателей сейчас не рассматривают это время как удачное для покупки автомобиля. И как это у вас называется? Отложенный спрос? Вы вот об этом думаете? Вы знаете, может быть, не то, чтобы не рассматривать, они имеют возможности рассмотреть для того, чтобы это был не отложенный спрос, а приобретение машин на сегодняшний день. Поэтому, во-первых, это касается в том числе и кредитных машин, что есть достаточно большой отказ у банков, потому что ситуация на рынке труда изменилась, экономика изменилась. Ну, много, скажем так, факторов, которые, цепляясь один с другой, дают такой результат. То есть на сегодняшний день ситуация нехороша. А вот те машины, которые кредитные, по ним не в состоянии расплатиться, банк забирает? Вы знаете, к сожалению, взаимоотношения банка и клиентов мне не могу сказать, но то, что процент кредитных машин, который у нас был, допустим, по прошлому году, он снизился. То есть их стало меньше. А вот падение рынка вот по себе, вы какие-то цифры назовите нам, пожалуйста? Ну, я могу сказать... И перспективы. Ну, извините, я могу вам сказать только 2013, 2014, 2015 год итоги. У нас, я с собой же, естественно, подготовился и записал, там 2013 год 1157 машин по дилерскому центру Киа, 2014 год 935, 2015 год 501 машина. Ну, это серьезно, это практически... Ну, как бы, да, это практически в два раза. И при том, при всем, что если до этого, там, 2013-2014 год, мы с нашими партнерами и с другой компанией, которая также продает марку Киа, держали 5%, то в 2015 году мы держим 7%, при том, что спрос-то упал, и продажи уменьшились. А количество присутствия на рынке увеличилось в марке Киа. 7% автомобильного рынка в Красноярском крае. В Красноярском крае, да. И, или что, к прогнозу, наверное, к прогнозам позже. Вообще, вы вот не первый человек, кто говорит у нас об автомобилях. Алексей тут прав, у нас и ваш коллега из Тойоты был, и BMW. В общем, мы много чего знаем, но тем не менее. Знаем также, не понаслышке, что главное не продажа, главное сервисное обслуживание. Конечно. И вот главное, если главное сервисные услуги, то вот здесь как вы действуете, как пытаетесь в этом сегменте вырулить свою ситуацию, чтобы как-то компенсировать падение продаж почти в два раза? Видите, у всех примерно ситуация одинаковая. Без разницы, как называется бренд, потому что падение продаж, естественно, влечет оборачиваемые средства и всего остального. Само собой, что мы пытаемся предложить больший спектр услуг за меньшие деньги. Мы подчас можем предлагать какие-то димпинговые варианты. То есть мы предлагаем что-то бесплатное, что-то еще. Мы пытаемся всеми силами затянуть клиента к себе. И, скажем так, видите, дилерский центр – это все-таки представитель марки, и мы хотели бы удержать качество обслуживания машин на определенном уровне, потому что это бренд, мы не можем выглядеть плохо. Само собой, что мы готовы поступиться, допустим, ценой обслуживания, для того, чтобы оставить качество на прежнем уровне. Что мы, собственно говоря, и делаем? У нас постоянно проходят какие-то акции для наших клиентов, мы постоянно пытаемся и делаем это, собственно, скидки на обслуживание, на запчасти и так далее. Да, за счет чего живете? Если и тут упало, и тут вы сами снижаете? Вы знаете, мы пока поднимались с Алексеем к вам на этаж, мы разговаривали о том, что, собственно говоря, происходит. Вы знаете, в хорошие годы, когда человек живет, у него много денег, у него бывает очень много трат, которые в силу обстоятельств он может себе позволить. Но при этом он может от них отказаться, когда зарплата у него падает. Вот такая же ситуация, я думаю, со многими хозяйствующими субъектами. Когда вы понимаете о том, что подошло время подужаться, вы можете какие-то траты прекратить. То есть мы сделали анализ того, что у нас есть, и мы сократили достаточно большой объем трат, которые не несут нам того, чего надо. Коллектив сократили? Коллектив мы не сократили, но вы же сами понимаете, если освобождаются, допустим, оборотные какие-то вещи, что продается меньше машины, меньше у нас загрузка сервиса, к примеру, то само собой освобождаются какие-то должности. Естественно, что содержать людей, которые не приносят прибыль, невозможно. У нас сокращения нет, но то, что мы частично, как бы часть людей у нас ушла, да. Ну, вернемся к инструментам, которым вы пользуетесь, разрабатывая вот эту стратегию выживания или стратегию вот какого-то антикризисного поведения, да. Вы совершенно правы, наверное, все дилеры пользуются какими-то абсолютно одинаковыми программами лояльности. Клиенты пытаются сэкономить, наверное, как пытаются избежать там лишнего заезда на сервис, еще чего-то. Вот какие-то основные якоря, которыми вы пытаетесь удержать, привлечь и, может быть, там нарастить какую-то клиентскую базу, чем вы пользуетесь? Нет, ну подождите, вы хотите, чтобы я вам рассказал свою маркетинговую стратегию на 2016 год? Почему нет? Ну, смотрите, а чем же это будет отличаться, если сейчас, допустим, в записи эта передача выйдет, я расскажу о том, что мы планируем делать. А, то есть мы сейчас обсуждаем некие профессиональные секреты? Это не то, чтобы секрет, я просто не буду оригинальным. Дело в том, что у нас примерно все одно и то же, но нюансы подачи, они различны. Вы же знаете, что, в принципе, на нюансах все и держится. И в том числе и машины. В принципе же везде четыре колеса и как бы железная крыша. Но, тем не менее, кто-то предпочитает одно, кто-то другое. Именно в нюансах и кроются те вещи, ради чего покупатель приходит к вам или ко мне, там, допустим, если мы делим различных марок. Поэтому какие-то особо-особые изыски, ну, что-то экстраординарное, за какие-то мега деньги – нет. То есть будет все достаточно обыденно. Но, тем не менее, есть вещи, которые, я считаю, мы их проводим, приносят, скажем так, лояльность клиентов. А вот эти нюансы – это разработка ваших маркетологов или маркетинговые рекомендации, так скажем, партнера, производителя, бренда и так далее. Видите как, что касается марки Кио, то здесь федеральные все рекламные компании проводят сама марка Кио. Это наш импортер, который, собственно говоря, ролики на центральном телевидении и так далее, это делают все наши партнеры. Что касается уже внутри, здесь, в Красноярске, то некоторые вещи мы делаем сами по согласованию с партнером. Поэтому мы не можем делать вообще все, что мы хотим. В любом случае мы ограничены какими-то канонами, которые мы не должны переступать. А если бы могли, то что бы делали? Вы знаете, никто не отменял ту фразу, что хлеба и зрелищ. Как бы исходя из этого, я был бы готов провести совершенно другую маркетинговую компанию. Вспомните того же Чичваркина с Евросетью. Ведь достаточно было одной жесткой хлесткой фразы, чтобы вас заговорили. А, собственно говоря, узнавание с бренда, узнавание с дилерского центра. Если его знают, то к вам поедут ровно потому что. Но, и, собственно говоря, исходя из этого, можно разработать за небольшие деньги, достаточно такие за гранью вещи. Ну, как сказать, стоит ли на это идти, это решает каждого. Слушайте, ну это очень интересная тема взаимодействия вот здесь вот одного дилерского центра и, условно говоря, производителя. Если вы вразрез с их стратегией, но перевернете тут весь рынок своим каким-то подходом, неужели они не оценят эту историю? Или может быть им предложить, давайте покорим Россию вот так? Так, вы знаете, как бы, может быть, в среднесрочной перспективе это было бы и возможно. Но все эти моменты становятся известны через несколько мгновений нашему импортеру. Поэтому говорить о том, что через полгода вы увидите, какие мы молодцы, и как мы много продали, не получится. Что ж такое? Да, мы поэтому... Дело в том, что, как вам сказать, надо действовать в рамках тех правил, которые есть. Мы пытаемся это сделать, быть наиболее гибкими, оригинальными, и интересными для наших клиентов. Ну, сервис мы обсудили. Тем не менее, продажи же все равно идут. И хотелось бы говорить об инструментах. Вообще, как можно сейчас продать новый автомобиль в текущей ситуации, когда он снова стал роскошью, а не просто средством передвижения? Вы знаете, как назвать роскошью автомобиль? Вы посмотрите, что если, допустим, дилеры и продажи падают в разы и так далее, то, допустим, рынок вторичных машин, он проседает на проценты. На десятки процентов, но на проценты, а не в разы. И при этом люди, может быть, считают роскошью новую машину, но при этом машину с пробегом они не считают роскошью. Вы заедете во дворы, посмотрите на свою стоянку, что у вас творится. Вы считаете, что это роскошь для всех людей? Роскошь может быть три машины в семье, это роскошь. А одна-две, это считается нормой, и вряд ли человек, который ездил на машине, пересядет на трамвай и будет ездить на нем. Может быть, он пересядет на более дешевую, более экономичную, либо там еще какие-то каноны будут в этой машине, но он вряд ли от нее откажется. Поездка на дачу, поездка на шашлыки, пришла весна. Вы готовы себя ограничить в этих удовольствиях? Вряд ли. Нет, совершенно право, к хорошему, быстрому привыкаешь. Вот именно. А запах нового автомобиля вообще ничем не заменишь. Но, тем не менее, существуют какие-то реально работающие инструменты, когда вы сможете убедить человека в том, что ему необходима новая машина, тем более он о ней так мечтает. Нет, это естественно, что есть такие вещи, когда, скажем так, система трейд-ин, когда машина с пробегом, вы приезжаете, мы вам ее оцениваем, можем предложить машину с небольшой доплатой, но новую, с запахом, с новой кожей, либо с новым велюром, с отличной коробкой передачи, с большим объемом двигателя или с меньшим объемом двигателя. Такие механизмы существуют, и мы их очень-очень-очень часто используем. Знаете, я иногда пытаюсь себя обмануть, покупая освежитель воздуха автомобиля, на нем написано «Запах новой машины». Ну, не знаю, скажу честно, что машины, которые сдаются в трейд-ин, объем их достаточно так прогрессирует, то есть народ готов пересаживаться. А вот те 1157, я в ваши шпаргалки подглядываю, 1157 человек, которые в 2013 году купили ваши автомобили, автомобили в вашем салоне, и 501 человек, которые в 2015-м. Это разные люди вообще? Кто три года назад покупал, кто сейчас покупает? Аудитория как-то меняется? Вы знаете, я не проводил срезы, что те же это люди или нет, но это… Нет, не в смысле, что один и тот же пришел и потом опять пришел. Я вас понял, да. А сфера деятельности этих людей доходов? Мы предлагаем регулярно, допустим, если у нас есть приверженцы марки «Кио» на определенной модели, допустим, это «Оптима». Сейчас вышла новая «Оптима», естественно, что мы делаем предложение всем владельцам марки «Оптима» о том, что, ребят, пришла новая машина, придите попробовать ее на тест-драйв, и если она вам понравится, мы готовы вашу старую машину забрать и с доплаты отдать новую. И такой механизм существует, сейчас вот уходит «Спортэш» новый 1 апреля и так далее, и достаточно большое количество, ну это там не 30%, не 40, там 3-5% владельцев готовы пойти на это, они на это идут. И в принципе они меняют машину и готовы быть. То есть, скажем так, если в 501 человеке тот из 1157, наверняка. Я имею в виду шире, да, те, кто покупал, когда был нормальный спрос, когда были деньги у людей, и те, кто покупает сейчас. Это разного уровня дохода, достатка, люди разных сфер деятельности. Кто вообще ваши покупатели? Вы знаете, я понял теперь ваш вопрос, вы знаете, у нас 54% покупателей это молодые люди, 22-35 лет. Наша самая продаваемая машина – Kia Rio. Девочки или мальчики? В гендерной составляющей не играет, абсолютно, да. И скажу так, что с 2013 года цена выросла ненамного. То есть, нет той ситуации, которую у некоторых дилеров, когда нет производства в России, и поэтому не вынуждены уйти, потому что вот так. У нас цена подрастает, да, это не секрет, но она подрастает 20-50 тысяч за год. Но это не критично для того, чтобы понять, что точно нет, и не готов купить машину. Поэтому… Знаете, лет 20 назад я точно был не готов купить корейскую машину, просто потому что… Ну, не то, чтобы их не существовало в природе, но это было что-то такое, незаслужащее внимания. Я к тому, что вот корейский автопром – это все-таки история успеха и завоевания, причем достаточно стремительного. Как считаете, за счет чего это произошло? В чем вообще вот секрет этого корейского чуда? И почему это чудо никак не случится у нас? Ну, вы знаете, наш автопром – это вообще притчевый язык. А мы об этом поговорим еще. Соглашусь, да. Давайте на позже. Если честно, я могу сказать, что да, я был… У меня была первая моя иномарка Kia Sportage 1994 года. Я не хотел бы обсуждать ее качество или ее недостатки, потому что я директор сейчас Kia-центра Красноярска. Но могу сказать, что скачок за 20 лет произошел просто неимоверно. То же самое, что, наверное, с окончания Великой Отечественной и полет, допустим, Гагарина в космос. То есть вроде бы там прошло 17 лет или 15, и при этом разительно все случилось по-другому. То есть это совершенно другая машина. Это совершенно другое качество. Это совершенно другие инновации. И сейчас говорить, как вот они могут… Вы знаете, наверное, это в том числе и политика продаваемости бренда. То есть у нас есть еще марка Skoda, допустим, политика Кореи, политика, допустим, Германии, Volkswagen Group, она несколько разная. То есть не хуже и не лучше, она просто разная. Второй момент, все-таки согласитесь, что Kia Rio имеет модельный ряд порядка 13 машин, и она предлагается на любой кошелек, на любую задачу, которая есть в вашей семье. Вы любите загородные поездки? Пожалуйста, у вас будет Sportage, у вас будет Sorento, у вас будет Sorento Prime, у вас будет Mahav, в конце концов. У вас первая машина в семье, вы хотите купить выпускницы вуза за то, что она закончилась за той медалью? Пожалуйста, у нас есть Picanto, есть Kia Rio, которая стоит вполне себе достойных денег, когда любая семья, даже подкрепившись кредитом, может ее позволить себе. Поэтому, видимо, именно из-за того, что у корейского бренда есть такой модельный ряд, он может охватить максимальное количество покупателей. Что он, собственно говоря, делает весьма успешно. Тем более, что если стояла задача, допустим, определенный процент, порядка 10 захвата рынка, сейчас стоят еще большие задачи, более глубокие задачи. Могу сказать, что рынок-то прогибается под корейские бренды. И я думаю, в дальнейшем будет еще больше корейских машин в наших улицах. Ну, это отчасти не заслуга, надо сказать, корейского производителя, заслуга нас самих и той истории экономической, которая сейчас в России есть. Правильно? И взаимоотношения с теми соседями нашими. Вы же оценили качество, вы же готовы именно эту машину купить, вы же не готовы купить другую, но чуть дороже, потому что качество, либо ваши ожидания другие. Вы именно к нам идете, поэтому они молодцы. Друзья, это программа «Люди дела». Мы возвращаемся. С нами Андрей Лещенко, директор Киа Центр Красноярска. До рекламы я задал вопрос, автомобиль какой марки стоит у вас в гараже? Я предчувствую, что вы сейчас ответите, но тем не менее. Автомобиль марки Киа Оптима, при том новой комплектации, которую буквально мы презентовали на предыдущей неделе, стоит у вас, собственно, на парковке. Да, я вам готов прямо сейчас вдвоем провести тест-драйв, и я уверен, что вы оцените качество и преимущество этого автомобиля. Вы продолжаете работать, по-моему, на студии. Впрочем, как и вы. Скажите, а вот автомобиль директором дилерского центра, он как к нему приходит? Вы его покупаете, или это у вас такой служебный вариант? Это у меня служебный вариант. Я выбираю из модельного ряда ту машину, к которой, я считаю, мне подходит больше всего. Мне подходит больше всего Киа Оптима. Работа мечты, что тут скажешь. Ну, как вам сказать? Вы, кстати, уже говорили о том, почему корейскому автопрому удалось, а российскому не удалось совершить какой-то прорыв. И вот вы вообще, как человек, который продает автомобиль, верите в успех нашего российского автопрома? Конечно. Когда? Перспектива? Вы знаете, как вам сказать, существует много нюансов. Вот то, что сменили Буа Андерсона, что он был, что выпустили Весту, что там еще что-то было, это те нюансы, которые мы видим на поверхности. Что творится внутри, как говорят, внутри анкоорганизации всегда тайна. Мы не знаем. Поэтому говорить о том, что там именно из-за того, что он, варяг, пришел к нам, и поэтому каноны ведения российского бизнеса он не соблюдал, ну, не факт. Совершенно не факт. Могли быть совершенно другие моменты, которые мы сами совершенно точно не знаем, не узнаем никогда. Но то, что он сделал, скажем так, и заставил говорить об этом, ну, это, согласитесь, есть. И, в принципе, в этом аспекте, можно сказать, что молодец. Ну, вот история Буа Андерсона, она по себе сама эта вот история успеха или какая-то такая вот пораженческая история перед системой, в которую он не встроился только потому, что работает, ну, по неким мировым стандартам. А у нас вот такая вот ментальность вот такая. Алексей, вы знаете, вот, а как вы можете оценить, насколько успешно уйдет передачу? Это могут оценить окружающие или вы лично? Ну, скорее я доверяю мнению окружающих, да. Ну, и в том числе у вас есть некая самооценка себя. Вы либо удовлетворены своей работой и считаете, что да, я на своем месте, и я сделал, что мог, либо нет. Вот мне кажется, для Буа Андерсона больше всего оценка собственной деятельности, наверное, то, что у него внутри. Если он удовлетворенно ушел, что он сделал то, что он мог сделать, то это здорово. А наша оценка, еще раз, мы не знаем всех нюансов. Там их может быть такое количество, что, узнав их все, мы совершенно вообще по-другому будем оценивать его деятельность на посту главы АвтоВАЗа. Так что, не знаю, очень легко давать оценки, но при этом это не очень справедливо, мне кажется. Ну, вообще, вот АвтоВАЗ, АвтоВАЗ, автопром, отечественные, вы серьезно рассматриваете как конкуренты? Вы знаете, в любом случае, они конкуренты. Они продают больше всех машин. В любом случае, их приверженцев больше в России, чем в любой другой марке. И на сегодняшний день, в принципе, их продажа на первых местах, однозначно они конкуренты. И нам приходится с ними конкурировать. Но есть много нюансов, где выигрывают другие марки. И мы эти нюансы используем на все. А у вас, наверное, греет мысль, что человек, управляющий отечественным автомобилем, при этом мечтает, допустим, о корейском? Конечно. Однозначно. Меня это греет, потому что я продаю корейские машины. Но меня, как гражданина России, как патриота, грела бы мысль о том, что наши машины не хуже корейских. И что, в принципе, у нас, наконец-то, АвтоВАЗ, которому, по-моему, уже 40 лет или 50, я не помню. Ну, короче, очень много. А не 20 лет истории от того, что у нас было, помните, Hyundai Pony 2, которая бегала в начале 90-х. Я еще учился в военном училище. Это была такая страшненькая машинка. И сейчас то, что есть, это шедевр, собственно говоря, автомобильного производства. Мне бы очень хотелось, чтобы АвтоВАЗ прошел такой путь не за 120 лет, не за 200, а намного короче, чтобы у нас в стране был автопром, которым можно было бы гордиться. Ну, как вы считаете, что мешает-то? Там вроде и денег много. И Буандерс, он тоже не последний человек, если верить Алексею. Мне нельзя в этом смысле верить. И что-то оно никак. Вы считаете, что я, как директор дилерского центра, могу сказать, в чем там... Не, а вдруг вы там внутри как-то понимаете ближе к этому? Ну, на примере, опять же, корейского отчуда, о котором мы говорили. Ну, вот за 20 лет реально мы видим колоссальный прорыв. А здесь 40 лет, и только-только мы видим что-то относительно свежее и вменяемое в качестве продукции. Вы знаете, я могу сказать, что, как сказать, руководителем различных предприятий, я являюсь как бы достаточно какое-то время, у меня есть три ипостаси, которые я захожу и делаю на любом предприятии. Первое. На любом предприятии надо прекращать воровство. Оно в том или ином виде, либо воровство, либо головотяпство, но есть всегда. Второе. Набрать тех людей, которые, возможно, на своих направлениях даже умнее тебя, потому что ты не можешь быть умнее всех. Но стратегические вещи должны быть на тебе. И мне кажется, что только вот эти три составляющие дают возможность развития предприятий, захвата новых рынков и так далее, и так далее, и так далее. Была ли такая возможность у Буандерсона? Не факт. Тот же, по-моему, Чемизов сказал о том, что основная проблема к Буандерсу, потому что он сократил закупку комплектующих от российских производителей. Но если экономика такова, что выгоднее здесь, именно поэтому будет тогда Веста стоить дешевле на 100 тысяч, но это же экономика, блин, тут же нельзя вот это все совместить и быть политически дальновидным, в то же время экономически состояться. Конечно, это смешно. И в этом плане наша страна, как бы сказать, она же очень своеобразна. И говорить о том, что почему, да кто ж его знает? Да потому что. Вот, поэтому свободы больше надо предпринимателям, мне кажется. Тогда уже будет совершенно все по-другому. К тому же Буандерсу. Но опять же, не все мы знаем. Да и вам будет попроще. Каковы ваши планы на 2016 год? Как будете? Каковы наши планы? Да. Вы знаете, очень бы хотелось бы, очень бы хотелось бы, моя жена ненавидит сослагательные наклонения, тем не менее, я их употребляю. Очень хочется, чтобы в 2016 году у нас были показатели хотя бы не хуже 2015. Потому что вопрос наших показателей, нашей успешности, зависит в том числе от потребителей, от жителей города Красноярска, края, там у нас даже есть люди из других регионов. Именно от доходности, готовы ли они будут обслуживать свои машины, готовы ли они приобретать новые машины. Это зависит, собственно говоря, зависит мы, да и вся экономика, наверное, на Сибири в том числе, и России в целом. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, а вообще, что должно произойти для этого? Ну, я имею в виду, может быть, какие-то программы поддержки государства, банков. Какие вот ключевые моменты могли бы на ситуацию повлиять? Ну, вы знаете, если смотреть глобально на ситуацию, то, в принципе, у нас должна быть экономика, которая не зависит от цены на нефть на сегодняшний день. Вот и все. Тогда доходы населения не будут привязаны к этому. Тогда будет все совершенно по-другому. К сожалению, сегодня все вот так и будет продолжаться еще очень долго. Ну, у нас нет такой экономики, вы правильно говорите. Наверное, еще какое-то время, я так с оптимизмом, какое-то время еще не будет. Но вот в текущей ситуации, что бы действительно могло помочь? Вы знаете, на самом деле государство оказывает поддержку. Через банк ВТБ-24 у нас есть программа льготного кредитования. Они компенсируют часть льготной ставки, часть ставки по кредиту. То есть, в принципе, она сейчас 7,9, и это, честно говоря, потребительский кредит, который больше 20, и купить машину под 7,9, само собой, что это очень здорово стимулирует покупателей. У нас импортер, который работает с банками Русьфинанса, Сетилем, который также финансирует ставку, и, в общем-то, она в пределах этой же суммы есть. То есть, государство помогает в той или ином виде. Но оно помогает, скажем так, удешевить кредиты, а не больше зарабатывать людям. И в этом несколько разные вещи. Поэтому, да, помощь государству, она есть, и это здорово. В прошлом году была по лизингу очень большая дотация по компенсации ставок. У нас были продажи, именно корпоративные продажи машин были хорошие. В этом году этого нет. Само собой, что и продажи упали. Все взаимосвязано. Поэтому посмотрим, как будет дальше. А если вы, я не знаю, почему именно сейчас я про это спрашиваю, но тем не менее, если главное все-таки в работе любого автодилера это сервисные услуги, ну а мы у вас про такую титульную сторону спросили, а вот про это как раз не спросили, то вот то, что касается объема сервисных услуг за последнее время, может быть, за прошлый год, они как снизились и каков объем, да, нужен на 16-й год, чтобы вы нормально жили при, например, тех же продажах? Вы знаете, дело в том, что мы, собственно говоря, рассчитываем на них, и мы делаем упор на них, и к 15-му году они не снизились, не увеличились. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы это не упало. Вы говорите, каким образом мы зарабатываем деньги? Мы зарабатываем их на обороте. Да, мы даем очень хорошие скидки, мы работаем, может быть, по частной грани рентабельности, но это дает нам возможность привлечь максимальное количество клиентов и клиентов именно на обороте зарабатывать свои деньги. То, что позволяет нам содержаться, собственно говоря, и чувствовать себя неплохо. То есть, объем сервисных услуг в 2015 году вырос наоборот? Да. И вы рассчитываете, что в 2016 году он будет еще расти? Он вырос по сравнению с 2015 годом, два месяца, которые у нас прошли. А, вот сейчас, в 2016? Да, мы проанализируем, но я анализирую уже постоянно, что было в прошлом году и так далее. И даже когда мы составляем бизнес-план на год, мы исходим из итогов 2015 года, мы его, естественно, увеличим там на 20-30 процентов, и этот план уже заявляется уже, там, в зависимости от ситуации, на будущий год. Ну, собственно говоря, у нас как бы он увеличился. И увеличился в том числе и продажи сервисного обслуживания. И в этом плане, ну, слава Богу. И на 2016 год у вас заложен рост в 20-30 процентов? По сервисному обслуживанию, конечно. А по автомобилям? По автомобилям, я думаю, что если мы повторим 501 машину 2015 года, будет неплохо. Хорошо. Я очень боюсь говорить какие-то прогнозы по продажам машин. Вы же сами понимаете, что... Ну, более чем оптимистично вы завершаете наш разговор. Но я немножко хотел бы снизить градус оптимизма. Если что-то пойдет и так, у вас есть план Б? Или он еще не проработан вследствие уверенности того, что все будет хорошо? Вы знаете, только по-моему, сумасшедшие уверены в завтрашнем дне. Вы знаете, как хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах. Да, есть не план Б, а, скажем так, те вещи, где мы можем еще сокращать издержки. Те вещи, где мы можем ужаться и те вещи, где мы можем заработать больше. Где заработать больше, мы это прорабатываем. В любом случае мы будем это использовать в ближайшее время. То есть и маркетинговая активность, проще говоря, реклама. Это какие-то новые вещи, которые мы предлагаем нашим клиентам. Опять же, это же стратегия отдельно взятого дилерского центра. Поэтому хотелось бы в этом рассказать, какие мы молодцы и какие мы умные. Но, к сожалению, это будет не очень дальновидно. И мы рассчитываем, что именно вот этим мы привлечем тех клиентов, которые, по крайней мере, не потеряем и привлечем новых. Ну что ж, друзья, с нами был Андрей Лищенко, директор Киа-центр Красноярск. Предприятие, как вы только что выяснили, с большим запасом прочности. Это была программа «Люди. Дело». У нас все. Всем пока, всем удачи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.